На совещании обсудили и другие вопросы, в частности, как идет подготовка к летней оздоровительной кампании. Всеми формами организованного труда и отдыха планируется охватить почти 12 тысяч детей. По-прежнему самое большое количество детей примут пришкольные лагеря. Их в республике без малого 400. Еще будут работать 24 загородных, 23 лагеря при центрах социальной помощи и впервые 31 палаточный. На все эти цели заложены 313 миллионов рублей. Подготовка кадров идет полным ходом. Уже набран медперсонал лагерей. В данное время он проходит специальное обучение и повара. Роспотребнадзор также подключился к работе. И в этом году мы новое такое мероприятие проводим. Это гигиеническое обучение не только со специалистами оздоровительных учреждений, но и с руководителями предприятий, которые поставляют пищевые продукты в лагеря. К нашему сожалению, очень маленький процент поставщиков – это наши местные производители. Вопросы безопасности детей под контролем у нескольких ведомств. Министерство внутренних дел Почувашии предупреждает. В этом году сотрудники полиции не будут работать в оздоровительных лагерях постоянно. В связи с этим выявленные недостатки особенно тревожат правоохранителей. Констатировать о том, что в целом курортно-оздоровительные объекты, и в частности детские оздоровительные объекты, готовы к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в местах отдыха не приходится. Значит, на поверку подавляющее большинство этих объектов на сегодняшний день имеют, или вернее не имеют, кто-то тревожной сигнализации, кто-то договоров вообще на охрану, кто-то видеонаблюдения. Глава Чувашии потребовал отнестись к этому вопросу с особым вниманием. Отработайте весь комплекс мероприятий, который сейчас министр внутренних дел сказал. Поручение мы его включаем с учетом измененного законодательства. И руководители учреждений, и юридические договора все должны подписать. До начала сезона. Времени до начала летнего сезона осталось не так, чтобы много. Но успеть можно и нужно, подвел итог Михаил Игнатьев. Что же касается 6-го Чебоксарского международного кинофестиваля, то к его проведению практически все готово. Отобраны конкурсные фильмы, их будет 12. А также киноленты для спецпроектов в рамках фестиваля. Утвержден состав жюри. Программа фестиваля очень богата и разнообразна. И включает в себя и конкурсные показы полнометражных фильмов, ретроспективный показ фильмов режиссеров, специальная программа «Фильмы малых народов», детская программа «Ночь фильмов» классиков советского кино, программа «Фестиваль фестивалей», фестивалей, пресс-конференции, мастер-классы. В программе кинофестиваля, помимо показов, встречи с артистами, мастер-классы. Вход на сеансы свободный. Субтитры создавал DimaTorzok